Привет, дорогие друзья! Вы на канале Печки-Лавочки. Прицеливаюсь. Высыпаю сразу, Олег? Нет, не надо сразу высыпать, потому что не пойдёт. Так, для этого интенсивно, не жалеешь меня, для того, чтобы набухла лейковина. Всё. И опять всё замешали, перемешали и накрываем. Нет, не накрываем. Накрываем. Нет. Нет, только не сейчас. Ну что, дорогие друзья, после Нового года, новогодних праздников, точнее, одного новогоднего праздника, после того, как все уже давным-давно поели все шубы, салаты, солёные, не солёные, надо же что-то подсластить, наверное, мы сегодня готовим налистники с творогом. Так, налистники, да? Угу. Для того, чтобы нам приготовить налистники, нам понадобились 200 грамм муки. Просеянной. Просеянной. Мы ситечку купили, кстати. Да. Специально для того, чтобы просеивать. Высыпаю сразу? Нет, не надо сразу высыпать, потому что не пойдёт. Сахар. Одну столовую ложку с горкой. С горкой столовую. Три яйца. Одну треть чайной ложки соли. Литр молока. И три столовые ложки растительного масла. Две столовые ложки, две столовые ложки. Запоминайте, дорогие друзья, потому что тут очень много секретных ингредиентов. Столовые ложки, две сливочного масла. Растительного. Растительного? Это растительное. А, ну, и, естественно, две столовые ложки растительного масла. Так, для этого. Делаем тесто. Делаем тесто. Как мы делаем тесто? Мы выливаем с молоком. Нет. Мы высыпаем муку. Нет. Мы просто сахар туда насыпаем. Нет. Яйцо. Три яйца вбиваем. Три яйца. Дорогие друзья, вбиваем три яйца. Да, да тут вообще все просто, ребят. На самом деле, вот, пожалуйста, одно, два, три. Мы туда же засыпаем столовую ложку сахара, вот такую. Правильно, Вольф? Угу. Правильно. И одну треть, одну треть без горки соли. Это много. Поделила же он три части, еще меньше. Вот столько соли. Еще меньше. Вот столько. Еще. Все. Вот столько соли. Как это не одна треть, это щепотка. Ложка. Это, короче, щепотка, ребят, соли. Щепотка, реально. И теперь... Венчик. Венчиком все дело взбиваем. Все, теперь влей немножко молока. Теперь, конечно же, взбиваем. Я только что хотел, кстати, это взбиваем на слезнях. Чуть-чуть. Оп. Все. Тоже взбиваем. Теперь высыпаем муку. Все, высыпаем муку. Я даже, боже, не говорю, а спрашиваю. Вот эту всю высыпаем муку. Вот так, да. Ну, просто высыпаем. Все, просто высыпаем. Просто вот так берем, высыпаем. И перемешиваем аккуратно. Не надо так. Так, это тут надо уже аккуратно, ребят. Вот тут уже, уже начинается аккуратное взбивание, перемешивание нашей массы. О, ребят, все бы ничего, конечно. Какого-то венчиком взбивается. Потом, через некоторое мгновение, когда это все взобьется, мы перемешиваем, мы добавим все остальное молоко. И добавим потом 2 столовые ложки масла. Какого? Растительного. Рэ, слышишь, такая, я уже знаю. Все, комочков нет? Комочков уже нет. Все. Их не было. Вливаем молочко. Я вливаю все молоко. Угу. И все. Ну, что? Уже достаточно. Так, ребят, вливаем масло. Ну, ребята, фу, тут сейчас поваром стану, конечно, дай боже. 2 столовые ложки масла. И перемешиваем. Тоже венчиком, кстати, надо перемешивать. Да? Угу. И оставляем на минут 20. Колдуем, ребят, колдуем. Все, перемешали. Оставляем на минут 20-30, чтобы клейковина на ухо. Так, и что? Оставляем на 20-30 минут теста, чтобы набухло клейковина. Ага. Так, и, дорогие друзья, теперь переходим к начинке. Ты не можешь на 30-30, потому что теста оставляем? На сколько? На минут 20-30. И теперь, дорогие друзья, оставляем на минут 20-30 тесто, для того, чтобы набухло клейковина. Оно будет более эластичное тесто, приятное на окна. И не будут рваться блинчики. И что? Не будут рваться блинчики. И не будут рваться блинчики. И переходим к начинке. Пока что? Оля там готовит, что-то мне подготавливает ингредиенты, да? Я буду что? Нарезаем пока кукурузу меленько. Ну что, на листнике можно делать с чем? Можно делать с изюмом, с курагой, с черносливом, опять же, можно, да. С орехами. Даже можно с орехами. Я, кстати, никогда не ел на листнике такие с этим. С курагой? А вы ели на листнике с курагой? Теперь мы переходим к нашей начинке. Начинка у нас будет творог с курагой. Разминаем творог. Творог, между прочим, домашний. От Татьяны Павловны. Мамы Воли. Это вот из той серии, когда Дима говорил, что... А творожок-то у нас домашний. Масло. Или масло, да? Масло у него было. Любимому зятю. Любимому зятю. Ну, ребята, тоже у нас тут как бы домашние продукты. Теперь разбиваем наше яйцо. Нам нужно разделить желтки от белков. Так. Сюда белок. Туда желток. Не переживайте, ребята. Оно все приходит с опытом. Если что-то вдруг не получилось с первого раза, получится со второго, или с третьего, или с десятого. Все, да? Угу. Так. И второе яичко. Кстати, нормально у меня все отделилось? Молодец. Я тебе скажу. Профи? Кто сомневался? Никто. Так, я думаю. Все. И теперь, ребята, добавляем сахар. Сахар у нас 100 грамм. 80, 100, кто как любит. Да. Я люблю послаще. Так, потом. 10 грамм ваниль. 10 грамм. 10 грамм ванильного сахара. Так. Щепотка соли. Щепотка соли. Малюсенькая. Вот такая. Это много. Это много. Еще, еще, еще. Ты не щепотка. Вот сколько ты вот так? Вот. Да. Вот. Даже, даже не граммулечка. Полграмма. И перетираем все ложкой, чтобы оно все было как однородная масса. Можно еще что-то добавить? Можно? Ну, давай добавим. Добавляем, дорогие друзья, еще немножко желтков. Четыре. Итого у нас получится 4 желтка. Теперь добавляем нашу курагу. И снова перемешиваем. Теперь, дорогие друзья, самая ответственная часть это взбить наши белочки. Миксером. Четыре белка. Наша пенка взбита. В общем, вымешиваем вот таким вот образом. У нее будет сочная, воздушная начинка будет. А? Начинка будет сочная, воздушная. Да. И будет наша начиночка сочная и воздушная. Аккуратно. Не надо вот так вот ляпать и мять ее. Опа. Уже почти мозоль натерла. Ручки-то не приученные, да, к готовке? Да не что приученные к готовке. От молотка у тебя так нет. От молотка такого нет. Немножко неудобно. Так, ну переходим к жарке. Вливаем капельку масла и растираем его. Как оказалось, дорогие друзья, немножко маловато. Муки добавили, но это никогда не поздно сделать. Вот. Добавили муки. Все, жарим. Жарим наши блинчики. Мука такая. Не мы такие, мука такая. А если я попробую так перевернуть? Не переверну. Не стоит, да? Не надо лучше пытаться. Точно прожарилась? А? Точно прожарилась? Почти так, как надо сделать. Да? И что? Сейчас мы все это дело перекладываем. Ну и так, короче, продолжаем жарить, пока не пожаримся блинчики. В принципе, дорогие друзья, ничего тут такого трудного нет. Оля, скажи, можно делать в принципе самому, как нечего делать. Пожарили все блинчики. Купили такой вот противень, типа, да, фольгированный. Мы уже давно купили, на всякий случай, вот нам он как раз и пригодился. Смазываем это дело сливочным маслом растопленным. Смазываем. Берем блинчик. Аккуратненько. Блин, они так вкусно пахнут. Вы просто не представляете, как они вкусно пахнут. Обалдеть. Берем нашу начинку. Выкладываем ее. И начинаем заворачивать. А просто заворачиваю вот так, обычно, конвертиком. Блинчики должны таять во рту. Я предвкушаю. Должны. Да просто обязаны. Серьезно? Не, я на полном себе. Не, я верю. Теперь нижний ряд смазываем маслом. Сверху мы укроем фольгой на минут 30 духовку. Потом фольгу снимем. Еще на пару минут, а без фольги. О, ты прям как... Знала, да? Знала. Ну, я ж подсмотри, когда ты готовишь. Смотри. Тоже такой вот вкус и запах детства. Мы в детстве все время делали тоже такие. Мама делала блинчики с творогом. Мы их с молоком все время ели. Даже просто блины потом, когда отставали. Я любил просто блины вот такие вот поедать. Ходил с тем блином покортили. Все руки жирнущие. Завернем. Смажем. Так, все, дорогие друзья. Заключительно. Запаковка. Наши посылочки. И отправляем ее в духовочку на полчасика. Можно, в принципе, пожарить на сковороде. Вот, мы запечем. Полчаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нанимаем. Снимаем фольгу. И заново вставляем. Если честно, то я даже не знаю, для чего я это делаю. Так сказала Оля сделала. Чтобы подрумянить корочку еще. Все, ребята, осталось буквально сколько? Пять минут? Ну, минутки три. Чайник можешь включать. Три-пять. Вон, чайник включаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделать чай. Да. И подготавливаемся к дегустациям. Оно может горячее еще? Угу. А ты подуешь? друзья дегустирую еще не сняла ролик уже его монтирую и дегустирую и снимаю как раз концовку этого ролика горячая вкусно просто тают во рту очень вкусненькие мне ну я ж не ем тварь запасы великолепная обалденная хватает сахара даже запивать не хочется если честно такие нежные прям тает во рту эти мало положено я уже добавку попрошу если чего дорогие друзья вот такие вот у нас пищки лавочки сегодня приготовили для вас наличники ну естественно для себя обалденная с куругой вообще класс спасибо любимой тещи за творог творожок домашний все таки это домашний творожок все ребят буду монтировать ролик всем пока пока удачи ставьте лайки пишите в комментарии пока так 3 яйца вбиваешь насыпаешь сахар соль и все это перемешиваешь яйцо сахар соль перемешиваю взбиваешь потом чуть-чуть молока вольешь чуть-чуть да ну чтобы было больше нет ну вот так вольду чуть-чуть да так вбиваем три яйца для начала я так готовлю чтобы вбить яйца прицеливаюсь тесто нужно перемешивать всегда налили перемешать только так перед тем как налить перемешали тогда лили сначала наливаем сначала перемешиваем потом наливаем вообще можно всегда перемешивать прекрасно нет поставь нет поставь еще зачем ты сковородку в руки берешь а я вдруг в руки не полный не полный черпачок небольшая небольшая сковорода все и опять все замешали перемешали и накрывать не не накрывай накрывать нет нет сейчас подождем пока ну тут станет одного цвета перевернем перевернем обжарим с другой стороны потом накроем крышкой потом выложим сюда ну зачем ты это говоришь будешь делать в процессе говорить ты ты что ты путаешь укладываю выкладывай накрываешь крышка чтобы она не засыхала